Всем привет дорогие друзья! В сегодняшнем видео я расскажу как сделать постер с эффектом плетения, который вы видите на экране. Применяются такие постеры для обложек в журналах, эффектных бэкграундов на сайт, рекламы декоративной косметики и даже в полиграфии. Чтобы сделать такой постер, для начала откроем фотошоп. Откроем фотошоп и откроем фотографию, над которой мы будем работать. Для этого нажмем кнопку открыть и выберем фотографию, которая у вас есть в исходниках, либо вы можете взять свою фотографию и сделать постер с эффектом плетения из своей фотографии. Я выберу фотографию с девушкой, чтобы она отличалась от исходника, который я вам только что показала. Для начала нам нужно сделать дубликаты данных слоев, данного фона. Для этого, зажав левую клавишу мыши, на слое с фоном зажимаем и перетягиваем на инструмент новый слой. Инструмент выглядит как листочек с отогнутым краем. Перетягиваем один раз и перетягиваем второй раз. У нас получилось два фонокопии. На одном фонокопии мы напишем горизонтальные линии, назовем его. Второй назовем вертикальные линии. Дважды щелкнем по названию и назовем вертикальные линии. Самый нижний слой, фон, исходник нашей фотографии, мы просто отключим, он нам не нужен. Но мы его оставим, вдруг мы сделаем что-то не так и он нам пригодится для восстановления. Теперь создадим новый слой. Для этого нажмем на инструмент новый слой, листочек с отогнутым краем. Зажав левую клавишу мыши на новом слое, перетянем его под слой горизонтальной линии. Зальем новый слой черным цветом. Выберем инструмент заливку. Инструменты находятся у нас в панели слева. Инструмент заливка выглядит как чайничек с капелькой. Он может у вас находиться в главной панели инструментов. Либо, как у меня, в скрытой панели, если я нажму на три точечки, у меня откроются дополнительные инструменты. И здесь я уже выбираю инструмент заливка. Выбираем черный цвет. Для этого открываем палитру цветов и выбираем самый черный цвет. И нажимаем левой клавишей мыши по нашему слою. Наш новый слой, он залился черным цветом. Далее нам нужно создать вертикальные и горизонтальные линии. Для этого, для начала мы включим сетку. Посмотрим, какого размера наше изображение. Зайдем во вкладку изображение, размер изображения. Наше изображение довольно небольшое. Если ваши фотографии больше 2000 пикселей, если они 6000 пикселей, 8000 пикселей, я рекомендую сделать размер ширину 2-2,5 тысячи пикселей. Я оставлю такой размер. Например, зайдем во вкладку просмотр и включим направляющие. Для этого выберем вкладку показать и выберем вкладку сетку. По этой сетке мы будем задавать направляющие вертикальные и горизонтальные линии. Для начала выберем горизонтальные линии. Выберем инструмент выделения прямоугольная область. И зададим выделение. Давайте сделаем по 6 квадратиков. Наверху в панели свойства выберем вкладку 2 квадратика добавить к выделенной области. Соответственно, когда мы будем выделять соседнюю область, следующую область, у нас будет просто плюсоваться. Зажимаем левую клавишу мыши и на 6 квадратиков выделяем еще одну область. То же самое делаем с еще одной областью. Выделяем на 6 квадратиков. Все прямоугольные выделенные области должны быть одинаковые. Это создаст эффект плетения корзины. Для того, чтобы закрепить выделенные области, мы зададим на нашем слое горизонтальной линии слой маску. Для этого нажмем на инструмент «Создать слой маску». И наши горизонтальные линии выделились. Далее мы переходим в слой вертикальной линии. И проделываем то же самое. Выделяем наши области по 6 квадратиков, но уже вертикально. Зажимаем левую клавишу мыши, выделяем по 6 квадратиков через 1. И у нас получаются вертикальные выделенные области. Все области должны быть одинаковые. Остается маленький кусочек, его мы тоже выделяем. И задаем слой маску. Вот такая вот область у нас на данный момент получилась. Теперь нам нужно сделать непосредственно эффект плетения. Эффект плетения корзины. Для этого мы нажимаем на нижний слой горизонтальной линии. Нажимаем клавишу «Контрол» и нажимаем по слою с маской. Далее зажимаем три клавиши «Шифт», «Альт», «Контрол» и нажимаем по слою с маской на слои вертикальной линии. Если мы приблизим клавишей «Альт» и «Колесиком», то мы увидим, что наши квадраты, которые мы сделали, они выделились. Далее мы должны выделить непосредственно квадраты для горизонтальных линий и квадраты для вертикальных линий. Для этого нажмем клавишу «Ку» и у нас выделяются горизонтальные линии и вертикальные линии, которые остались между нашими выделенными областями. Теперь нам нужно выделить через один квадрат, чтобы у нас получился эффект плетения. Для этого мы выбираем инструмент «Заливка», выбираем черный цвет и через один нажимаем на наши квадраты. У нас выделяются квадраты, которые как раз и создадут эффект плетения. Выделяем все квадраты через один. Далее опять же нажимаем клавишу «Ку», чтобы снять непосредственно выделение. И клавишей «Контрол-Джей» копируем то, что мы выделили с нашего слоя горизонтальной линии. Проделываем то же самое, но теперь нам нужно выделить другие квадраты. Для этого мы нажимаем клавишу «Контрол» и нажимаем по слою с маской горизонтальные линии. У нас выделяются горизонтальные линии. Зажимаем клавишу «Шифт-Альт-Контрол» и нажимаем по слою с маской вертикальные линии. У нас выделяются вертикальные линии и получаются квадраты. Далее мы нажимаем клавишу «Ку», идем в слой вертикальной линии. И теперь выделяем квадраты, которые мы еще не выделили. Начинаем выделять квадраты, те, которые мы не выделяли в первый раз. Опять нажимаем клавишу «Ку» для того, чтобы снять красное выделение. И командой «Контрол-Джей» мы выделяем непосредственно следующие квадраты. То есть, если мы отключим все слои, мы увидим, что у нас выделились эти квадраты. Если мы включим квадраты нижние, а верхние снимем, у нас получаются другие. Включаем все слои. И теперь нам нужно привязать наши квадраты непосредственно к нашим слоям горизонтальной линии и вертикальной линии. Для этого нажмем на слой, слой номер 2. Давайте назовем его «Квадраты 1». И зажав клавишу «Альт», направляем курсор мыши между слоями. У нас появляется стрелочка и квадратик. Левой клавишей мыши нажимаем. И наш слой «Квадраты 1» привязывается к нашему слою горизонтальной линии. Сделаем активным самый верхний слой. Назовем его «Квадраты 2». И проделаем то же самое. Сделаем его активным. Нажмем на клавишу «Альт». Курсор мыши подведем между двумя слоями «Квадраты 2» и вертикальной линии. И нажмем левую клавишу мыши, для того, чтобы наш слой привязался непосредственно к нижнему слою вертикальной линии. Теперь нам нужно снять выделение сетки. Для этого зайдем во вкладку «Просмотры», «Показать» и уберем галочку с вкладки «Сетки». Чтобы у нас получилось непосредственное плетение, эффект плетения, нам нужно задать непосредственно эффект нашему слою, эффект тени. Для этого дважды щелкнем по слою «Квадраты 1» и у нас открывается стиль слоя, окно «Стиль слоя». Нажмем на галочку «Внешнее свечение» и выберем его активным. Режим наложения выбираем умножение, непрозрачность задаем 100%, шумы убираем до 0%, цвет выбираем черный, метод мягкий, размах 0, размер 50 пикселей, диапазон 50 и нажимаем «Ок». То же самое мы проделываем со вторым слоем, дважды щелкаем по слою, у нас открывается стиль слоя. Включаем, ставим галочку на внешнем свечении, режим наложения выбираем умножение, непрозрачность 100%, шумы убираем до 0%, цвет выбираем черный, метод мягкий, размах 0%, размер 50 пикселей, диапазон 50% и нажимаем «Ок». Вот такой эффект плетения у нас получился. Для того, чтобы сохранить рисунок, мы нажимаем «Файл», «Сохранить как». Называем наш рисунок «Эффект плетения», выбираем формат JPEG или PNG и нажимаем кнопку «Сохранить». Для того, чтобы файл был у нас качественный, выбираем качество «Наибольшее», то есть это 12, наилучшее качество. Рычажок подправляем на самый край и нажимаем «Ок». Для того, чтобы сохранить исходник, вдруг вам захочется его исправить, нажимаем «Файл», «Сохранить как», обзываем наш файл «Эффект плетения», оставляем формат Photoshop и нажимаем «Сохранить». Нажимаем «Ок». Вот такой постер у нас получился. Вот такой эффект плетения мы с вами создали. Данный постер можно применять где угодно, в бэкграундах, в рекламной графике, в журналах и так далее. Даже можно применять в дизайне разных социальных сетей, в дизайне контактов, в дизайне Инстаграма и так далее. Я надеюсь, что данный урок вам понравился. Я надеюсь, что вы найдете применение данному уроку. Я желаю вам удачи в выполнении данного урока. Субтитры создавал DimaTorzok